я вас витаю на канале полимер энерго тема сегодняшнего видео это обзор честное мнение о моей машинке для стрижки триммера эта машинка у меня где-то в районе двух лет вот как началась пандемия стали вопросы именно стрижек парикмахерских мастеров и пришлось как бы изучать смотреть себе машинку для стрижки и я долго изучал как бы сильно запутался не нашел точного ответа чтобы мог бы мне что-то предложить я остановился думаю недорогая если такая вот машинка philips серии 300 вот такая вот модель ну думаю возьму небольшие деньги тогда она стоила где-то до 1000 гривен думаю если не пригодится там может пригодится там для животных когда они там линяют тоже так был такой вопрос что нужна машинка и смотрите я пользуюсь этой машинкой два года и что я могу вам по этому вопросу рассказать давайте для начала посмотрим ее внешнее состояние вот смотрите как бы все целое сколов нету все на месте все работает вот я во второй части хочу рассказать еще но в этом же видео будет вторая часть я занимаюсь переработкой утилизацией и хочу рассказать из каких материалов она изготовлена почему она сохранила такой вот цвет и почему это как оказалось очень качественное изделие смотрите по машинке какое здесь именно удобство решение здесь есть одна единственная насадка такого нету как у других машинок от не бывает там приезжает на переработку открываем коробку а там выпадает 10 штучек всевозможных маленьких насадок то тут вот смотрите они как бы решили серьезно есть одна насадка и она регулируется здесь есть разные положения и как на разную высоту по стрижке по миллиметрам если например без от этой насадки там идет стрижка нулевка по моему от пол миллиметра а дальше здесь вот даже указано миллиметры 1 5 9 13 17 21 это я так думаю в миллиметрах указано вот именно вот эта регулировка это очень удобно как бы и инженера поработали нормально молодцы я вот например так приспособился стригусь сам возле зеркала это как бы очень удобно и при этом сэкономил немаленькие деньги я никогда не задумывался сколько же денег я трачу на стрижку например там за тот же самый год если там надо там неделю там через неделю полторы-две так в среднем просчитал то у меня получается где-то в год в районе так 5000 гривен а если вот так за два года смотрите вот эта машинка но пускай там в десятку 10 тысяч гривен я уже сэкономил за два года отдал я за нее тогда в период начала пандемии где-то до 1000 гривен что-то 700 чем-то сейчас я для интереса зашел посмотрел думаю выпускают ли такие машинки какие там может быть отзывы предложения вот я сейчас поставлю сколько она стоит но тоже там что-то в районе чуть больше тысячи гривен я считаю это ну неплохое как бы капиталовложения экономия по деньгам то есть она пашет там в десятикратном размере это же еще шанаж не прекратила свою работу свое существование она еще доль дальше будут зарабатывать то есть экономить возвращать деньги но смотрите если например даже для самих парикмахерских там для мастеров стоит ли рассматривать такую машинку я не знаю я не мастер я я не знаю какие там у них требования но то что я могу сказать смотрите заряжается она там но говорят там на коробке даже написано там 8 часов надо чтобы стояла на зарядке я ее никогда не там не держал 8 часов я там подстригся когда не забыл включил она там подзарядилась немного сложил ее вот эту насадку можно ее снять она вот так вот выдвигается вытащили здесь ничего такого сложного по установке и и не так и и быстренько сняли положили и можете вот стричься немаловажно хочу обратить внимание на само лезвие я как-то тоже так задумался думаю она работает работает аккумулятор держит еще заряжается нормально на стрижку хватает времени этой зарядки аккумулятора думаю плохо что нету у меня еще одно и атакуют как бы сменной сменного лезвия потому что по внешнему состоянии она бы работала и работала я думаю она надо посмотреть изучить а насколько же его хватает так оказывается у этой машинки самозатачивающаяся лезвие то есть его точить не надо и она изготовлена с нержавеющей стали и гарантийный срок не вот эти там два года как на коробке указано это гарантийный срок как бы в общем на всю машинку где-то я так услышал прочитал в интернете информации что этого лезвие вообще хватает на пять лет я вообще прикололся думаю ну хорошо потому что ну как бы само лезвие в заточке не нуждается стрижка идет нормально нету даже такого как бы прикола как вот в некоторых парикмахерских приходишь а тебя стригут и бывает такой раз и вырвали ну то что там волосы а волоски какие-то подорвали и быстренько так этот самый но но неприятно а тут даже так сам стрижешься быстро и она ну ни разу я не помню чтобы у меня был такой прикол чтобы я дернул волосы себе но не знаю по этому вопросу но все соответствует рекламе как бы самозатачивающаяся лезвие там не надо его точить не надо его смазывают сами производители чтобы мы но время от времени там после стрижки смывали это водой я ни разу не смывал здесь водой я просто брал открываю а так вот она легко снимается тут защелочка раз защелкнули нажали раз открылась я вот беру а так вот щеточка есть в комплекте и я вычищаю вычищаю и так приспособился беру потом эту счет это щеточкой вот так вот провожу я очищаю саму щетку и само лезвие и везде так вот по вычищал и назад поставил и когда я вот открыл саму сама вот это лезвие самый механизм но здесь ничего такого нету там прям хитрого все как бы рассчитано очень грамотно сама конструкция есть режущий подвижный нож и неподвижная часть как у жатки вот она так вот двигается и и режет и еще так вот когда я чистил когда очистил я заметил такой момент когда вот именно идет а такое вот движение вот такое движение когда машинка сама работает то вот эти волоски которые попадают между ножами они отсюда вылетают выпадают вот когда так даже поводишь самими ножами выпадают здесь волоски То есть, между ножами не идет забивание волосами, чтобы оно потом заклинило и привело к каким-то поломкам самой машинки. Вот даже я немного поводил здесь. И вот там немножко даже уже в сторону какие-то волоски здесь и вылезли. То есть, я эту часть чищу только щеткой. Дальше вот так вот приспособился. И как вот полимерщик я еще и обратил внимание на сами полимеры, на само изготовление. Это я еще расскажу про это. Ну, вот так вот мы дальше поставили. И вот оно все это на месте. И дальше можем стричься. Все удобно. То есть, смотрите, машинка очень удобная, очень качественная. И не надо там выдумывать, если вам там не надо там ни перед кем выделываться. Какие-то там дорогие. Брать там от 100 долларов за сколько-то тысяч гривен. Как бы оно выполняет свою функцию и довольно-таки качественно и долгое время служит. Заряжается быстро. Ну, я говорю, я 8 часов не заряжал. Аккумулятор держит нормально. Они говорят, что 75 минут можно будет стричься. Но если даже что-нибудь случится с самим аккумулятором, то от самой зарядки можно как бы стричься. То есть, тут проблем нету. Или даже если там не успели там зарядить, вам надо достричься. Подключили сам блок питания быстренько и достриглись. Все нормально. Ну, а что еще можно про нее такого рассказать? То есть, ни капельки я не пожалел про эту покупку. Рекомендую. Берите и экономьте свои деньги и время. То есть, все здесь как бы на уровне. Так, я про само мнение про эту машинку я все рассказал. Сейчас я хочу больше сделать ударение. Расскажу вам про материалы, про переработку и про упаковку. Давайте начнем сначала. Из чего же изготовлена эта машинка? Я когда вот разбираю аналогичные машинки, то есть, я уже как бы имею представление, с каких материалов и какие производители изготавливают аналогичные оборудования или там, можно сказать, сам товар. То есть, от производителя зависит и качество самого корпуса пластика. Если, например, такая фирма, как вот Philips, она же серьезная фирма, у нее есть и возможности использовать нормальные, качественные материалы. И я изучал, смотрел по коробке, там даже куча документации ненужной лежит. Там нигде не указано, с каких материалов изготовлено и как перерабатывать данное устройство. Есть у них здесь значок самого рециклинга, ну, что как бы перерабатывается. Вот они все любят вот такие вот значки, что все перерабатывается. То есть, именно вторичное использование, не выбрасывайте в мусорные ведра. То есть, ну, здесь все там прилепили и все. И на этом, как бы, до свидания. Свою функцию выполнили. И дальше мы, вот именно переработчики, должны догадаться, когда нету никакой маркировки, чего вы это изготовили, как нам его переработать. Но, во-первых, по переработке, если здесь очень маленький вес самих полимеров, это очень невыгодно их перерабатывать, потому что ты больше времени потратишь на то, чтобы их разобрать. А по итогу ты за это время не заработаешь ничего с этих полимеров. И даже ты не заработаешь ничего, что находится внутри. Там, хоть этот двигатель, хоть этот аккумулятор. Если это вопрос такой, ты, как бы, будешь в минусах. То есть, здесь должна работать программа именно самой утилизации. Это когда тебе привозят такие машинки, и ты их утилизируешь за какую-то сумму. Там уже это все зависит от предприятия. Кстати, на вот эти все расходы по утилизации, все эти крупные компании, они делают отчисления куда-то кому-то. Но эти деньги кому-то куда-то доходят. Но не для переработчиков, не для утилизаторщиков. То есть, тут вопрос такой, это уже политики другого уровня экологии. А я хочу со своей точки зрения рассказать с того уровня, на котором я нахожусь. И вот смотрите, вот этот корпус, он изготовлен с АБС. Это получается, как бы я его отношу там ближе к полистиролу, к стирольной группе. Это акрилонитрил, бутадиен, стирол. Вот смотрите, АБС, акрилонитрил, бутадиен, стирол. То есть, у него в составе есть акрилонитрил, бутадиен и стирол. Вот если вот так вот называешь это все в такой-то очередности, эти полимеры, значит и означает, что их количество, больше всего здесь акрилонитрила, дальше бутадиена и меньше всего стирола. То есть, такие полимеры, их ни в коем случае нельзя выбрасывать на свалке. Такие полимеры должны быть или переработаны, или утилизированы в высокотемпературных утилизаторах. Есть такие установки, там больше 1000 градусов температура, есть еще всевозможные фильтры, которые там задерживают эти выбросы. То есть, существует такое оборудование. Смотрим. Вот если, например, даже у дешевой машинки, то вот эта часть, она обычно полипропиленовая. И она часто ломается, из-за вот этих насадок, как бы уже, машинка сама непригодна для использования, потому что, ну, модели разные, насадки, ну, разные, не подходят друг к другу. То есть, здесь тоже нету никакой маркировки, нигде я не нашел. И вот как нам, переработчикам, быть в такой ситуации? Ну, хотя бы, хоть где-то, ну, форма дорогая, все, вы вложились сюда нормально. Ну, хоть где-нибудь, вот, покажите саму маркировку, там, циферку, что это вот именно АБС, или может это еще бутадиен. Это тоже сюда, оно относится к этим инженерным пластикам. Ну, не, ну, как бы, не захотели, не захотели, посчитали ненужным здесь ставить маркировку. То есть, даже если вот именно люди сидят, там, перерабатывают, и, ну, которые разбирают, они же не все такие, там, могут там по звуку, по внешнему виду, там, где оно использовано, откуда оно приехало, быстренько, хотя бы, приблизительно, группе отнести. Это надо каждую поджигать, и уже по, по запаху, по огню, хотя бы, приблизительно понять, и к какой группе относится этот полимер, и его вес, как бы, не стоит того, чтобы с ним заниматься, его изучением. То есть, это все разобралось, и в кучу, где идет на утилизацию, все выбросилось. Вот, смотрите, сам вот этот нож, вот эта часть, я тоже обратил внимание, на ее качество, качество, и затовлено, как бы, очень качественно, из хороших полимеров. Вот, есть здесь беленький, такой полимерчик, кстати, из-за него, выходят из строя, дешевые машинки, потому что, в дешевых машинках, я видел, используют, такие полимеры, как полипропилен, это вообще дешевое, дальше, чуть-чуть получше, полипропилен, там есть, армированный, стеклонаполненный, а есть, такой крутой, полимер, называется, пом, полиформальдеид, здесь, кстати, есть, значочек, пом, я сейчас его поставлю, как он здесь написан, чтобы не дергать камеру, я поставлю его название, это, как бы, такой, хотя, вот, для природы, для экологии, очень-очень, вредный полимер, но для инженеров, для таких вот, изделий, он, как бы, очень, как бы, качественный, и не дешевый, сам он, полимер, такой, когда его берешь в руки, он такой, как жирный, то есть, вот это, сама даже, от самого полимера, происходит, как бы, смазка, при трении, вот этого механизма, вот оно крутится, здесь, и приводит в движение, через этот полимер, сами ножи, и вот оно, ничего здесь, не сработалось, на самом штоке, как бы, здесь, такой эксцентрик, еще, маховичок, и все целенькое, все четко, то есть, качественный полимер, и, как бы, здесь, немного деталей, и, сделано все, на уровне, дальше, вот эта, вот, часть, это, она такая, немножко матовая, она не похожа, на, сам полистирол, как, как этот корпус, то есть, это, по всей видимости, эти, инженерный, автомобильный, пластик, бутадиен, это, у нас, тоже, как бы, качественно, здесь, сделано все нормально, ну, и, сам нож, это нержавейка, ну, и, тоже, по переработке, как бы, никто не будет, разбирать, вот, эти винтики, чтобы достать, несколько грамм, вот, этого, полимера, тем более, вот, этого полимера, это, все, как бы, тоже, в утилизацию, но, тут, как, большая часть, металлическая, она пойдет на, пиролизные установки, там, где вытамливается, получается, где металлы остаются, не сгорают, там, не уничтожаются, а, в жидкостный пиролиз, можно так сказать, и, вот, по самой машинке, по корпусу, здесь, постарались, производители, наклепали, как бы, кучу, всевозможной информации, там, что-то с USA связано, ведерочка, вот, я сейчас, приближу, поближе, смотрите, и в Филипс свой поставили, чтобы, мы не забыли, вот, и тут даже рекламу, и там в USA, и в ведро, то есть, контейнер, нельзя выбрасывать, Made in Indonesia, ну, блин, а где значок, вы что, забыли, значок поставить, с какого полимера вы сделали, и вот это работник будет его разбирать, и бегать, узнавать, там, Андрей Витальевич, с какого материала, а как вот это, это, а там, ну, хотя бы с этой точки зрения, облегчите нам, переработчикам, даже если мы захотим насобирать, заедет партия какая-то, вот таких машинок, и мы захотим именно такого полимера, под заказ кому-то, собрать, там, каких-то, там, может, 100-200 килограмм, может, до 100 килограмм, тогда уже есть выгода, ковырять такие полимеры, ну, тогда мы вообще путаемся, при разборке, не факт, что, когда я разберу эту машинку, будет изнутри, сама маркировка, я как-то где-то, ну, выловлю такую аналогичную машинку, нерабочую, и сделаю разборку, сниму видео, показать, там, изнутри, как оно все выглядит, как оно все устроено, это тоже, как бы, будет интересно, и, что я еще могу сказать, мы не знаем, ну, по маркировке, даже вот здесь, в этой части, какой-то полимер, но я могу сказать, предположить, что это АБС, я чуть-чуть раньше про него, так, сделал ударение, рассказал, здесь кнопка, тоже, получается, вот эти всякие деталюшки, это, АБС, то есть, а внутри там металл, мотор и аккумулятор, вот именно из-за этого зачеркнутого ведра контейнера, конечно же, нельзя выбрасывать это все на свалке, потому что, здесь опасная часть, есть сам аккумулятор, дальше, по вредности, это идут полимеры, а потом уже эти все металлы, это уже так, для природы, не так страшно, как это все остальное, ну, так вот, с таких вот материалов изготовлено данное устройство, как бы, если вы занимаетесь этим, или вам это интересно, то есть, можете перерабатывать, или заниматься разборкой, но это очень необходимая, как бы, такая опция человечества, потому что, оно, как показывает опыт, там, даже в цивилизованных странах, это большая проблема, с этими всеми вот устройствами, которые люди выкидывают, не знают, что с ними делать, потому что, вот это вот, попробуй разбери, вот это попробуй определи, вот это попробуй, тоже же и разбери, и переработай, тут даже если, медь, тут сколько грамм, это вам, этой меди, и попробуй это все вытащи, это только, я же говорю, полное уничтожение, ковырять, сколько-то грамм, вот этого вот, полимера, никто не будет, ну, вот, есть, тут тоже, вот, есть, маркировочки, я, так вот, по-быстрому, даже не вижу, и здесь, самого обозначения, полимера, и не знаю, почему, производители, много производителей, серьезных, скрывают эту информацию, чтобы, вы бы, из-за этого попадете в какой-то там, не попадете в норматив, какой-то страны, или, в общем, не будет там у вас, значка экологического, вот этого, который вы сюда прилепили, ну, вот этот значок, он, ну, не соответствует, вот этому всему, что вы сделали, но, я не знаю, как это называется, столько обман, чистой воды, ну, смотрите, сама, сама коробка, это, у меня есть предыдущее, там, видео, и по часам, я всегда, как бы, сильно возмущаюсь, на вот таких вот, упаковках, но тут уже наступает новый этап упаковок, это его размеры, когда вот размеры упаковок, вот такие вот, побольше, да, и они изготовлены, там, с картона, с бумаги, то это уже, как бы, немножко, не такая большая проблема, как с маленькими коробочками играться, здесь вот, эту коробку можно быстро переработать, ее пустить, и на вторичное использование, вот давайте, я сейчас открою, быстренько мы посмотрим, что здесь, и вот, что я увидел, первое, сама коробка, само качество бумаги, и по внешним характеристикам, я вижу, что это вторичная бумага, то есть, здесь уже вам зачет, и дальше, я увидел, очень интересную вещь, вот, вот этот лоточек, это просто, как бы, вам, вам зачет, я ничего не могу сказать, если бы, больше бы производителей, бы обращали бы на это внимание, то есть, вот это все, перерабатывается, очень хорошо, это как яичные лоточки, но только, другой формы, и вот смотрите, ее цвет, тоже я могу предположить, что это использовали, вторичное сырье, то есть, тут вам тоже, зачет, вот это все, обозначение на коробке, по рециклингу, соответствует, но соответствует, самой коробке, то есть, вы, получается, указываете, все экологические нормативы, все рециклинги, наверное, только для коробки, для того, что вы сделали, положили, оно не соответствует, наверное, так, тут вообще, я похвалил, молодцы, дальше я хвалить не буду, потому что, когда я вижу, в этих вот коробках, в любом там устройстве, в любом товаре, который мы покупаем, аналогичный, вы ложите, вот эту кучу, блин, документации, от которой, просто, вот, нету никакого смысла, что вы здесь описываете, что-то написали, написали, и, ну, как бы, нету никакой там, это, полезной информации, здесь вот, ну, например, то же самое, что и на коробке, это я уже понял, зачем 250 раз было его писать, рециклинг, паперу, да, ну, 75%, это аж 75% переработанного, использовали для этой документации, или что, она такая темная, сама бумага, она похожа на переработанную, ну, зачем мне вот это, вы обратно втулили, для того, чтобы, как бы, показать, что-то там, полезное, так у вас же, что-то коробка есть, и на этой коробке, вы там налепили, все эти значки, и пускай, да, лепите тогда на эту коробку, она перерабатывается, ну, тогда сэкономьте, и мои же ждения, я за эту всю макулатуру, тоже заплатил, ну, не надо вот это ложить, вот это все, тут уже вы, конечно, разошлись, везде вы уже, лепите, вот этот значок, переработки, рециклинга, что оно обозначает, там, как стричься, как менять, есть ролики, снимите от своего, там, именно, со своей фирмы, ролики, выложите, сделайте ссылку, мы зайдем, посмотрим, уже все, даже бабушки, с этими смартфонами, еще вот здесь куча всего, на разных языках, это может, я так понимаю, сами нормативы тех стран, что должно быть описано все, всевозможные варианты, а так можно стричься, а так нельзя, боком лежать на боку, и стричься нельзя, и вот это все пишите, а вот так вот использовать нельзя, а может там это, ну, зачем это все строчить, ну, не надо эти ресурсы, как бы, тратить, как бы, не обдуманно, это еще, шилдик, вот этот, что мне от него, от этого шилдика какого-то, какой от него смысл, получите дополнительный год гарантии, насолоджитесь, дотатком, року гарантии, а я уже насолодывся два рока, что мне еще, вот тут вы написали, насолоджуйтеся. Так, я думаю, вы насолодилися переглядом, якую за перегляд, слідкуйте за моим каналом, за моими видео, за моими думками, за моим подходом до данного питания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok,